Сегодня утром я давал лекцию и рассказывал о песнях Бхакти Виноды Тхакура. И мы обнаружили удивительную вещь. Он, скажем так, придавал большое значение маленькому недостатку. И я хочу объяснить, почему он так делал. Ведь это помогает нам лучше понять сердце чистого преданного, а также то, почему мы сами часто этого не делаем. И иногда мы даже не обращаем внимания на те вещи, которые вредны для нашего сознания Кришны. Но чистый преданный уделяет этому особое внимание. Я слышал такой пример про белый лист бумаги. На белом листе заметна даже маленькая пятнышка. Чистый преданный на 100% беспокоится только о Кришне. Ничего для себя, все для Кришны. Белый лист. Если что-то на секунду перекроет этот поток чистой Бхакти, то чистый преданный будет очень обеспокоен или расстроен. Обеспокоен, если он может этим управлять. И расстроен, если не может. Например, гопи. Одно мгновение они не видят Кришну. И для них это огромная проблема. Вы видели божество? Да. Сколько раз? Тысячи. И вы когда-нибудь жаловались, что у вас есть веки, и вы моргаете. Вы, возможно, этого даже не замечали. А вот гопи заметили. Почему? Потому что лист абсолютно чист. Они не видели Кришну в течение одной наносекунды. И для них это была катастрофа. Интересно, правда? Махапрабу говорит, «Я такой плохой, потому что я живу в этом мире, и у меня нет любви к Кришне. Я должен был бы умереть от разлуки с Ним. Но я живу, и это доказательство того, что у меня нет любви. Я продолжаю жить в этом теле, существовать, но у меня нет любви к Кришне». Интересно. Пактивинодатхакур говорит, «У меня порочное сердце, порочный ум». Что это означает? Это значит, что когда у чистого преданного есть одна единственная мысль, не связанная с Кришной, он уже чувствует, «Я плохой человек». Интересно, правда? А теперь посмотрим на себя. Бывали ли у нас мысли о чем-то, кроме Кришны? Да, и немало. Есть ли у нас сейчас такие мысли? У некоторых много. У некоторых бывает иногда. Да, у некоторых мало. Беспокоит ли нас это? Считаем ли мы себя из этого порочными, низкими, безнадежными? Наверное, нет. То есть, если это что-то большое, то да. Но я говорю о крошечных мыслях, длиной в одну наносекунду, о чем-то не связанном с преданным служением. Беспокоит ли нас это? Вероятно, нет. Так же, как не замечаем мы, вероятно, и того, что мигающие веки мешают нам видеть божеств. А чистый преданный это замечает. Ведь он хочет чистого преданного служения. Хочет все отдавать Кришне. И если даже что-то незначительное направлено не на Кришну, а на себя, то это большая проблема. Это то, чему мы учимся. Один из уроков, которые можно вынести из этой песни, это то, что если что-то нечисто, нас это должно обеспокоить. Даже если это мелочь. О, я потратил время на какие-то дела, которые напрямую не связаны с Кришной. Я сделал то, чего не должен был делать. Или поступил не лучшим образом. Или я думал о своем наслаждении, о своем счастье. Но мне следовало бы думать о том, как сделать счастливыми других. Таким образом, мы можем перенять настроение этой песни, что даже небольшое отклонение, даже небольшая мысль о чем-то, кроме чистой бхакти, становится для преданного проблемой. Это интересно. Интересно поразмыслить над этим. Интересно взглянуть на свою жизнь и заметить, что нередко такие вещи нас не беспокоят. Мы замечаем лишь что-то большое, но не замечаем мелочей. Конечно, я не хочу, чтобы вы превратились в комок нервов, думая обо всех мелочах и доводя себя до безумия. Просто поймите принцип, который за этим стоит. Таково настроение чистого преданного. Мне нужна только чистая бхакти, а все остальное, не связанное с чистой бхакти, лишь сводит меня с ума. Харе Кришна. Субтитры создавал DimaTorzok